Даже в разговоре о предстоящем интервью он был оперативен и по-военному тактичен, менее чем за минуту назначив и обсудив встречу. Ценить время вплоть до секунд Сергея Гурова научили человеческие жизни. На их спасение в горячих точках порой было слишком мало времени. Держу, течет с него с головы, давление за 200, признаки давления мозга. Одел перчатки, поначалу думал, тут снаружи все, зашью и устроится. Когда посмотрел в давленный перелом черепа, до утра не вытянем. Поездок в северокавказский регион за плечами было несколько десятков. Каждый раз главный врач Орловской полиции ехал туда не раздумывая. Там же никогда не думал о том, чтобы вернуться раньше. При этом прекрасно понимал коллег, которые решали уехать. Ну ничто так вот без следа не проходит. Снаружи вроде целые, хорошие, крепкие. Те последствия, они сложно их восстановить. За полтора года в общей сложности, проведенного на Кавказе, видел разное. Многое из этого и сейчас осознать удается с трудом. Смерть бродила рядом. Когда уехали за 20 минут до теракта, взрыв дома, правительство в Чечне. Или каждый раз, когда из самого пекла нужно было забирать раненого. Ночью летали без прикрытия, без СМИ-24. Тоже видно, что огонь по вертолету открываешь, а 5.45 его простреливает на вылет. Но неприятная ситуация. Дважды у меня на глазах сбивали вертолеты летчиков, те, с которыми я летал, над Ханкалой. Почему на глазах это и люди прыгали, и винтами их в воздухе рубило. Это, конечно, такое не забывается. Богатство же своего опыта врач связывает в первую очередь с везением повстречать на пути достойных учителей. Обучаясь в Курском мединституте, он начал работу в опероблоке. Барле свое дело, теракальный хирург продолжил в тубдиспансере. Теракальная хирургия, это хирургия на грудной клетке, она только развивалась. Это был 1985 год. Мы, в общем-то, оперировали тот объем, который, в общем-то, наверное, был достоин наших ведущих клиник Советского Союза. Позже стал врачом Орловской полиции. В медсанчасти уже без малого 20 лет. И грамотный, и коммуникабельный, и талантливый, и с юмором. То есть работать с ним легко. Сергей Гуров продолжил семейную династию медиков. Пока отец вязал хирургические узлы, сын мечтал о петлях небесных. Хотел быть летчиком, но зрение не позволило им стать. Однако выбранное в итоге дело парить заставляет не меньше. По возвращению из отпуска Сергея Гурова ждала радостная новость. Ему присвоили высочайшее профессиональное звание – заслуженный врач России. Эту награду ему решено вручить 10 ноября, в День полиции. Правда, в душе он наградил ею своего отца, тоже хирурга, который вдохновил сына на спасение самого ценного, что может быть в этом мире. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова